Я согласен, что основной расчет это на то, что будет после президентских выборов. Это первое. Второе. На данный момент господин Пахотнюк не может собрать себе большинство только свое. Сколько бы он не деребанил свою же партию демократическую, там все равно двое, трое, четверо останутся, или даже если не останутся, но они все равно автоматом будут с любой властью. Потому что у демпартии нет возможности быть в оппозиции. Она просто растворится на второй день. Далее. Что не хватает сейчас господину Пахотнюку, это возможность выдергивать депутатов из партии социалистов и из правых партий парламент. У него появится такая возможность, когда появятся проигравшие политически после президентских выборов. То есть, когда можно перекупать и откуда, и это уже у нас продемонстрировано годами, когда продаются депутаты, тогда, когда они знают, что в следующий парламент они не попадают. Это было у нас в 2015 году и в 2016 году. То есть, уходили те, которые смотрели просто вопросы и понимали, что все. Или понимали, что место точно им никто не выделит. Например, сейчас в демпартии. Они набирают максимум 6%. Ну, пусть будет 7%. То есть, у них будет от силы 8 депутатов. И учитывая, как сейчас происходит и на ком завязана власть внутри демпартии, то есть, те, у которых есть, по сути, поддержка местных организаций и какой-то рейтинг. Это означает... Это, по сути, те, кто остались. Это господин Филипп, это госпожа Бабук, это господин Дяков, это господин Жиздан. То есть, те, которые реально... У них есть доступ к власти. А все остальные понимают, что они в пролете. И у них есть возможность либо ждать и возможность пойти на досрочные выборы и самоубиться политически, или заработать. То есть, мы имеем точно ту же самую историю, которая была после 2014 года. Когда партия коммунистов еле-еле проходила. И когда либерально-демократическая партия просто скатилась ниже избирательного уровня. И тогда было легко их переманить. Я даже не уверен, что для этого обязательно должны были быть какие-то деньги. Но плюс деньги, плюс прессинь, и они перешли. Вспомните 2009 год, когда коммунистам не хватало одного голоса. Партии знали, что на досрочных выборов как минимум хуже не будет. И ни один не ушел.